Начну пока с тех вопросов, которые к нам уже пришли на наш сайт. Раба Божия Нина, как радоваться жизни, если считаешь себя хуже всех остальных? Если стоит задача радоваться, то это можно делать только искусственно и с помощью каких-то стимуляторов. Из коих самым распространённым является алкоголь. Выпил и радуешься. Но задача не так ставится. Задача ставится так, чтобы стяжать благодать Святаго Духа, который есть утешитель. И он даёт человеку неземную радость. Радость совершенно другого происхождения. Происхождение не химического, не от обстоятельств жизни, когда человек получает какое-то удовольствие. И как всякое живое существо получает некую радость. А совершенно другое от близости с Богом, от общения с Ним. И эта радость совсем другая. Поэтому эта речь идёт необычной такой человеческой радости. Там поцеловал ребёночка, и на душе приятно. Съел и клерчик. И нормально. Вот. Соловья услышал, и на сердце потеплело. Это всё душевные и телесные переживания. Это всё относится к другой сфере жизни человека, который тоже имеет некоторую свою важность, но это не вечно. С жизнью тела это всё кончается. А речь идёт о неизбыванной вечной радости о Святом Духе. Но как без радости преодолевать те страдания, которые нам посылаются Богом? Только приобретая благодать Святого Духа, который даст эту радость. А так, ну, понимаешь, человек попал под травой, да? И он должен лежать и радоваться. Слава Богу, вот у меня кровь сейчас хлещет. Слава Богу, у меня всё теперь болит. Слава Богу, я под травой. Ну, это же безумие. Или там, у меня папа умер, я всё, ГПК пляшу. Скажешь, ну, сдвинулся парень от горя. А когда я сам однажды присутствовал, мне вот я одну матушку там причащал, старенький уже был за 80 лет. Вот. И она, я к ней пришёл, к ней причащаюсь. Она говорит, послушай, отец Дмитриев, помолись. Мой бывший сын умер. Вот. И такая улыбается. Я тоже за него молюсь. Вот. Почему бывший? Ну, она считает, что она монахиня. В постриге была. И прошлая жизнь, это уже прошлое. Прошлое. Она, как мать, за неё переживает. Но на душе у неё спокойно. Она знает, что его Бог прибрал. И всё. Она согласна, смиренно это восприняла. Вот сегодня пришла женщина там на исповедь. Она вся в чёрном. Она мрачная. У неё сын погиб. Там очень, как теперь говорят, переживает это событие. То есть она в такой... А вот та со светлейшим лицом. Откуда у неё? От молитвы. То есть у неё нет ни слёз, ни печали. У неё в сердце клокочет Дух Святой. И он её утешает. Всё понятно для неё. Но чтобы такую радость обрести, человек должен пройти долгий путь. Именно от решения, от мира. От решения, от мира. А для большинства людей такая задача, она не может стоять. Это задача высшего христианского совершенства. Он говорит, как можно радоваться? Да никак. Никогда это не получится. До тех пор, пока не стяжаешь благодать Святого Духа. А человек хочет радоваться, когда у него... Он же весь погружён в мир. Как для него это возможно радость? Это всё, что как нищий холоп спрашивает, а как это вот ездить на золочёной карете, как вот мой герцог ездит? Да никак, ты холоп. Будешь всё время ходить пешком и босиком, а лапти только в церковь надевать. Никак. Потому что он граф, а ты холоп. Вот и никуда ты от этого не денешься. А если ты хочешь стать графом, давай служи отечеству, царю. Может быть, он тебе даст графское достоинство, потому что многие из его клевретов царских, они за особые ослуги и заслуги им дают звание и баронов, и графов, и князей, и там чего хочешь. Пожалуйста. То есть путь этот не закрыт, но только таким образом. А тут человек сидит, так сказать, обычный смертный грешник, и думает, вот сейчас я буду прямо вот так. Как мне радоваться? Псссс. Это огромнейший подвиг. Как, преподобный Серафим, сидел в нетопленной келье и радовался, ему было тепло. Как? Ты вот помолись, понепоспи, мишку зимой покорми с рук хлебушком. Вот тогда и будет у тебя радость. А так сидят, обсуждают перед телевизором, все на свете клянут, сплетничают, смотрят, у кого какого цвета нижнее белье, кто с кем живет, а потом хотят непрестанно еще радости какой-то. Извините. Должна быть чистота сердечная. Выправить свою жизнь. Только другого пути нет. Господь говорит именно о той совершенной радости, когда человек приходит к Богу. Но вот апостол говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Конечно. Но апостол этого достиг. И понятно, как вот человек, который переполнен этой радостью, он хочет этой радостью всем поделиться, как преподобный тот же Серафим говорил, Христос воскресе, радость моя. Для него и все радость, и на душе радость, и всегда у него Пасха. И все понятно. Он хочет этим поделиться. И всех призывает. Но это самая вершина. Радость о Господе в Духе Святом. Нельзя же на вершину попасть сразу. Туда путь идет долгий, в гору потеть надо долго, падать, может еще скатываться, и, в общем, скользить. Екатерина. В притче Господь говорит, что человек сажает семя, и рост его ему незаметен. Может ли человек не знать, что внутри него созревает Царствие Божие? Если нет, то какие признаки этого созревания? Не то, что может. А человек никогда не знает, и даже об этом не думает. потому, что у него другое отношение к миру. Он не занимается самоценом. Он просто изменил свое отношение к жизни. Он по долгу и по чувству творит дела христианские, потому что у него сердце христианское. Если человек начинающий, он должен нудить себя. Царство Небесное, ибо нудится. А потом, когда это обретает он уже духовный навык, и когда благодать Божия приходит к нему, потому что благодать всегда помогает тружнику на Ниве Христовой, и он может совершить ради Господа и Господом огромные дела, которые другие люди удивляются, как это один человек мог сделать. Да не мог, конечно, Господь все делает. Вот делает, и все. А человек только является, ну, как так, лопатой в руках Бога. Таким проводником благодати. Ну, да, кран, вот из которого течет, так сказать. Вот только нужно очень скромно от всего устраниться и на себя не примеривать. Когда человек начинает, вот смотрит, вот у меня зреет, там не зреет, то тогда сразу и гордость начинается, и какие-то мерещатся там вещи, и благодать сразу отходит. Человек должен, правое не должно знать, что делает левое. Вот написано, он делает спокойно, скромно о себе ничего высоко не помышляет, знает, что он раб негодный есть, и так далее. Но человек видит, что он уже не делает тех безобразий, которые творил совсем недавно. Ну, от этого безобразия, во-первых, он помнит, а потом он видит огромное море других. Если подниматься, или на дерево залезать, или на лифте ехать на смотровую площадку, чем выше, тем дальше ты видишь. Поэтому чем ближе человек к Богу поднимается, тем больше он видит своих грехов. А когда он достиг Бога, он видит одни свои грехи. И у него начинается радостотворный плач о своих грехах. Он не может не плакать. Потому что он видит одни грехи. И при этом радуется. А благодать-то? Он же видит благодатью. Потому что Бога можно видеть. Я же условно могу им по сосне лазить. А это же все происходит без всякого лазания. На самом деле, это не мы к Богу идем, это Бог к нам идет. Мы просто его пускаем. И вот благодать, когда приходит, она и дает человеку возможность видеть это. Это просто такой образ, что мы поднимаемся. А Бог, Он везде. И вверху, и внизу, и справа, и сзади. Батюшка, у меня один вопрос задает Аслан. Как одолеть страх? Ведь Господь сказал, боящихся буду наказывать. От чего этот страх возникает? От маловерия. И как одолеваются страхи маловерия? Возложением упования на Господа. Страх, он вползает в душу помимо воли человека. Ну и что ж. А воля человека может быть направлена на просьбу к Богу о том, чтобы он его от этого избавил. Когда человек начинает молиться, он сердце умужает. Он чувствует... Ну вот, когда человек обращается к Богу, Господи, и он сразу чувствует, что Бог рядом. И действует спокойно. Но этот процесс такой небыстрый. Нет, бывает и быстрый. Особенно в экстремальных обстоятельствах. Но это вот с каким-то одним страхом. А люди полны страхов вообще обо всем. Боятся за себя, за своих родных, за то, что будет завтра, за то, что вообще никогда не будет этого бояться. Ну да, я с этим постоянно сталкиваюсь. Ну хорошо помогает вот пустырник. Можно попить немножко. Ну, может быть и вообще попить на ночь. Александр из Пскова. Как человеку, состоящему в браке или готовящемуся к нему, любить супруга или супругу, и при этом не творить из него кумира? Как правильно любить, чтобы потом не разочаровываться? Чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться. Поэтому жениться нужно, ну, желательно. Не по одной только влюбленности. А досконально, насколько это возможно, изучить объект своей влюбленности. Ну, то есть такой рациональный подход получается. Обязательно. Как учил нас Антон Павлович Чехов, женить бы где шаг серьезный. Как бы чего не вышло. Ну, тогда обязательно найдешь изъян, который встанет поперек твоего желания. Обязательно. И не один. Вот это и желательно. А потом взвесить. Моя любовь, она сильнее, чем от изъян? Или от изъян разрушит мою любовь и поглотит? Если разрушит, тогда ничего затевать проект. А как человек может знать, разрушит или не разрушит? Взвесить. Ну, ему-то кажется, что люблю так, что все преодолею. Это же всегда кажущиеся чувства. Нет, а надо вот пождать годик-другой. А потом уже решаться. То есть поиспытывать свои чувства. Да не чувства нужно испытывать. А нужно вот те недостатки, которые выявятся в период жениховства и в период, когда женщина-невеста, в этот период нужно вот все это увидеть, узнать, смогу ли я с этим жить. А то приходят вот молодые супруги и начинают жаловаться. И их претензии абсолютно обоснованы. Вот сегодня одна молодая женщина пришла и говорит, муж очень груб. Обоснованно? Абсолютно. Но вот надо было, прежде чем замуж выходить, подождать годик-полтора, посмотреть, а может он груб. Сейчас пока он жених, он ласковый. А потом как это будет? А потом как будет, никто не знает. Нет. Ну почему? Можно много увидеть. Есть только этим заниматься. Одна пишет, прежде чем жениться, мы обсуждали вопрос, сколько детей будет в семье. Муж говорит, хочу, чтобы было много. А потом выяснилось, что он вообще их не любит, детей, и никаких не хочет. Обманул просто. Видно, зная, что она от него ждет, обманул. Ну, ничего. У нас половина браков разводится. Ну вот, увы. И остаются те, кто не виновен в этих разводах, маленькие детки. Разумеется. А потом спрашиваем, а какое наше будущее? Ну, какие будут эти жители? Ну, наше будущее, это уже очевидно. Тут что об этом говорить и это обсуждать. Должно произойти чудо. И это чудо покаяния. А покаяние, это нужно себя увидеть. И начать жизнь по-христиански. Но это должен народ проснуться, потому что Такая линия, струя этого пробуждения, она видна. Но пока это не стало вот таким прям всеобщим настроем народа. Ну, хотя бы вот эта тенденция, что ли, заметна стала. Ну, тенденция заметна, но ее амплитуда, она не очень высока. Она есть. Ну, на мой вкус. Мне кажется, что слишком медленно все действует. Потому что силы зла, они как бы растут с гораздо большей силой. В одном скандинавском парламенте уже серьезно обсуждается вопрос, чтобы, ну, не только там благословить для людей педофилию. Это уже как бы пройденный этап. А инцест. То есть не наказывать людей за сожительство там матери с сыном, отца с дочерью, сына с отцом, и так братья между собой. Что это вот благо. Это в парламенте. Уже идут дебаты. Ну, это что там? Содом и Гаморра отдыхают. Ну, как мы видим, быстро в одном месте приняли однополые браки, там в Испании. Потом пошло по всей Европе, там сейчас уже во Франции. Причем самые такие страны, которые некогда считались опорой римно-католической церкви. Особенно Испания. Вообще всегда считалась очень верующей страной. Ну, это что там? Какая уж там вера. Ну, и какое будущее? Чтобы этому злу противостоять, Россия должна быть единая, мощная, верующая, нравственная. А у нас, ну, че. Хоккей собирает, стадионы, а церковь сколько собирает? И кого? Мужчины все там. Ну, и другая плана в пивной. А вот время народа тает, тает, тает. Женщины все рождает меньше. Абортов как было, так и есть. И, главное, врачи, которые, ну, должны как-то это все останавливать процесс, они наоборот это стимулируют. Пресса стимулирует, деятели искусства стимулируют, кинематографисты стимулируют. Все это самоубийство. Хотя вот в Чили сейчас пришла информация о том, что запретили аборты. Вот. И что? Женская смертность, которую все предрекают, женщины будут делать, тогда подпольный аборт будут умирать, она снизилась. Народное население выросло. Все вот, чем пугают обычно, ничего этого нет. Никаких криминальных абортов, ничего этого нет. На протяжении десятков лет изучали, наблюдали. Есть результат, есть статистика. Эти враги рода человеческого визжат, а статья, бедная страна. Все происходит совершенно удивительным способом. Ну вот интересно, действительно, законы принимаются вопреки просто здравому смыслу. Вопреки логике, вопреки статистике. Ну потому, что кто-то проплачивает мнение людей. Потому что, если мы не видим здравого смысла, либо человек безумец, либо он куплен. Другого-то не бывает. безумец или нет, проверяется просто. Берешь кусок хозяйственного мыла и говоришь, ешь. Если он ест, значит безумец. А если нет, значит куплен. Тогда с чего это он? Вот с чего повторяют то, что не соответствует истине? Ну, например, там Россия, многоконфессиональная и многонациональная страна. Вот для чего эту ерунду повторяют? Когда мы самые, можно сказать, мононациональные и самые моноконфессиональные. Но чтобы это мнение привилось в людях. Ну, так ну это же как бы неправда. Потому что какая же много, когда 85% одна и та же нация и одна и та же вера. какая-то много. Ну, немного есть, конечно, представители других религий. И очень они у нас хорошо живут и уважаемы, и никто их не обижает. И секты есть. Сейчас же с сектами никто не борется. Сегодня одна женщина пришла и говорит, вот она была в секте вот этого крокодила и так выдавал себя Симеона, который два года назад так сказать, его Господь прибрал. Обобрали ее, тогда она протрезвела. А так первым делом к ним приходят и говорят, давай квартиру нам. Человек это самый не старый, молодой уже хотят привязать. ты в церковь входи, но к священникам не подходи. И начинают так сказать, ну, все секты это бизнес-то в общем, главное это деньги. Ну, и что раньше сектами КГБ занималось, а сейчас пожалуйста, что и хочешь делай КГБ, так сказать. КГБ знает о всех сектах, но реальной работы вот по противодействию сектам не заметишь. Но они зарегистрированы религиозные объединения. Нет, это не зарегистрировано даже. Просто, так сказать, религиозные отморозки. Самочицы. Ну да, пользуясь неграмотностью населения, ну, как на Украине, четыре православные церкви, но это же из-за неграмотности населения. Молитва не доходит к Богу. Как молиться, что Бог услышал? Помогите Ирине Рязанской области. Очень просто. Надо перестать клеветать на Бога. Так не бывает. Вот мы сейчас с тобой говорим, а Бог нас не слышит. Это исключено. Раз человек клевещет на Бога, Бог не слышит молитв. Человек по гордости считает, что Бог это вообще мальчик на побегушках. Эй, половой, еще два пива. Ему должно брум, и два пива тут. Это хамское отношение к Богу. Про это все написано. Как молиться, сколько нужно ждать, там, и про судью. Все написано. Нет, ничего не хочет. Он хочет вот прям сейчас. Ну да, если щелкнул пальцами и не появилось, значит, не слышал. Да, значит, не слышит. Видишь, какой? Ну, это все, отношение к Богу. Хамство. Как к родителям хамство, так и к Богу. Поэтому это тоже нечего отвечать. И хотят, чтобы я еще научил, как заставить Бога на себя работать. Вообще нашли учителя. Как известно, после смерти человека душа отделяется от его тела и попадает в рай либо в ад. Скажите, а есть ли разница душе, что происходит с ее мертвым телом? Сжигают его или хоронят ли? Ходят ли родственники на могилку или, главное, это молиться за усопшего в церкви? А судьба тела и ухоженность могилки на душу влияет ли? Дело в том, что молитва наших сродников, она может быть выражена в разных формах. Уход за могилой это же форма обращения к Богу и выражения любви к усопшему. Поэтому это влияет. Любовь влияет. То есть, как человек любовь свою проявил? Да. Любовь проявил, это есть обращение к Богу. Значит, это, поэтому эта вещь, конечно, не главная. то есть, ну, ну, как вот, ну, открытка с поздравлением, она играет какую-то роль? Никакой. Это есть... Радует. Да, а почему радует? А потому, что символ отношения. Внимание. Да, уход за могилой это тоже символ отношения к данному человеку. А для человека играют роль внешние вещи. Ну, там, юноша дарит девушке букет цветов. Цена ему 200 рублей. Ну, такие астрочки подарил. Ну, по-своему, по-своей стипендии, так сказать. Ну, и она вот там улыбается, так сказать, довольна. Есть что, этот веник, что ли, нужен? Конечно, нет. Но вот он проявил, ей важно, что стоит за этим. Поэтому и для Бога, и для самого усопшего важно, что за этим стоят чувства, которые так выражены. То есть, наши чувства... Поэтому тоже нельзя это сказать, что это не молитва. То есть, наши чувства к усопшему каким-то образом до него доходят, до усопшего. Да, безусловно, они доходят в молитве. Но это невозможно отделить. Рабожий Андрей, как остановить ритм гонки и спешки из-за жизни в большом городе? Поспать. Я сегодня после службы поспал. Видишь, какое у меня настроение хорошее. Уже день к закату, а я свежий, бодрый. Вот удалось и сразу другая жизнь пошла. Ну, это если... А так, к субботе вечера обычно дела позволяют. Ели жив. Вот дела позволяют, представляешь, как же здорово. Марина из Великобритании. Батюшка, разрешается ли крестить младенца дома и приглашать священника для этого? Или это нужно сделать только в храме? По правилам церковным, да. Только в храме? Да. Но если ребеночек болен или дом находится в Антарктиде, оближающая церковь в Рио-де-Жанейро, тогда можно сделать... Ну, правда, в Антарктиде у нас теперь тоже храм есть. Даже два бочка. Уже второй. Вот это я как-то прозевал. Я читал, что уже два. Ну, вот. Наш отец Константин в первый тогда ездил. Ну, да, владыка еще ездил в Фиагност туда освещал. Поэтому, да, теперь вспомнил. Так что, вот, так же никаких не может быть. Потому что таинство это столь великое, что место должно соответствовать величию таинства. Должен либо специальный создан баптистерий или крещальный храм, а из-за неимения такого в храме, в котором совершается богослужение, чтобы причастить ребеночка имел в виду это. Василий из Новосибирска. Верно ли, что обида это самый главный грех? В осознании и изживании чувства обиды является первоочередной задачей христианина. Так ли это? Нет, не так. Дело в том, что обида это следствие очень многих недостатков таких христианских. И, во-первых, гордости. Вот гордость это и есть главный грех. То есть обида это скорее проявление гордости? Ну, одно из проявлений. Поэтому обида всегда вторична. Потому что человеку кажется почему-то, что к нему должно быть другое отношение. Ваше, а как научиться не обижаться? Потому что обида вспыхивает, ну, как огонек какой-то. Господь сказал, ты не читал Евангелие? Читал. Ну, написано, молитесь за обижающих вас. В голос сказали, что тут как учиться? Вот как сказано, так и надо учиться. Многие говорят, молюсь, молюсь, обида все равно живет. Ну, так надо 10 лет молиться, 20 лет молиться, 30 лет молиться. И все пройдет обязательно. А на что еще жизнь тратить? как ни на борьбу с грехом. Кино, вино, домино? Это бесплодно. Но это скучно. Ну, нет, не скучно. Вино, особенно, что-то он скучный. Наоборот, очень утешительно. Ну, потом, конечно, уже болезни. Расплата бывает. Конечно, рекомендовать нельзя, как средств. Ну, во всем случае, для многих миллионов людей это является очень большим подспорьем. Евгения, когда помысл уже можно считать грехом и каяться в нем, бывает так, что приходит мысль, я ее сразу отвергаю. Согрешила ли я тем, что он пришел? Нет. Проходят четыре стадии. Первое, это прилог, когда он вот появился. А потом вторая степень сочетания, когда сочетался с помыслом. Это уже грех. Потом пленение, когда помысл уже захватил и человек готов действовать по этому помыслу. И последнее, это уже падение, когда человек уже согрешает и делом по внушению помыслу. Вот со второй стадии, со второго шага это уже грех. А когда отвергают на первой стадии, то никакого греха нет. Это обычная наша, так сказать, жизнь. Ну, как первая капля упала, дождя, зонтик раскрыл, ты зон. Не намок. Не намок. Вот. А если постоял, потом раскрыл, то ты все равно мокрый. Надежда из Санкт-Петербурга. В Евангелии от Луки сатана искушал Иисуса и окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. Что значит до времени? Как что? Буквально? То есть до следующего искушения в Гефсиманском саду? Ну, например. Максим с Украины. Поясните, пожалуйста, откуда берется у людей зависть? И что ими движет, побуждая это чувство? Почему люди завидуют всему тому, что есть и получается у других? Тоже от гордости. Но еще от глупости. Но все-таки гордости здесь больше. Просто гордость, она человека глупляет. Гордый человек, как правило, он глуп. И чем больше гордости, тем больше в нем и глупости. Потому что человек считает почему-то, что он достоин того, что есть у другого. В этом смысле он считает, что он умнее Бога. Но это же полная глупость. Вот в чем причина зависти. Человек считает, что это ему нужно. Но все-таки Бог-то лучше знает. Опять же апеллирует к словам. Просите и даст словам. А кто возражает? Почему Бог, зная, что нужно, все-таки ждет нашей просьбы? Бог ждет из-за желания общения с нами. И ждет, чтобы мы труд применили. Потому что то, что без труда достигается. Очень многие дети богатых людей проматывают все, что накопили родители. Это частое очень явление. Даром досталось, не ценится. нет ума даже сохранить то, что есть, не то, что накопить свое. Ну, да. Раба Божия Людмила, существуют ли определенные правила поведения после причастия? Если да, то какие? Ну, общие правила нужно, так сказать, быть в таком устроении, которое соответствует происшедшему событию. Ну, вот многих смущает. Можно ли в этот день какими-то хозяйственными делами заниматься? Или в гости, например, пойти? Или, наоборот, пригласить людей к себе? Понимаешь, отец Александр, но тут не стоит вопрос, можно ли. Ну, нет таких церковных правил, чтобы сказать, так, в гости не ходить. Или к тещи ходи, а к деверю не ходи. А есть правило такое, каждый поступай по размышлению собственного ума. Вот такое есть. А если человек не знает ходить, ему не ходить, ну, тогда тут бесполезно. Тут надо голову лечить или в школу рабочей молодежи пойти, изучать алгебру, геометрию, чтобы, ну, развиваться. книжки вот читать, ну, только классические, конечно, где язык хороший, где вот сложные всякие коллизии, чтобы вот как-то так географией хорошо заняться, тоже развивает очень география. Задача человека не растерять то, что получил от Бога в этом таинстве. Да, вот такая задача. А так... как ты там ее будешь решать? Да, это вот. А то так можно, нельзя, это мы можем сутками разговаривать. А на самолете можно летать? Можно. А на вертолете можно? На вертолете можно. А на маленьком самолете можно летать? Ну, и так далее. Про одну авиацию можно 12 тысяч вопросов сочинить. а на параплане? А вот если я все-таки, вот вы сказали, что можно самолете летать, а я вот полетел на Ан-2, а вот меня вырвало. Что, мне собрать и съесть? И вот как мне надо действовать? А что делать с пакетом, если я все-таки успел выхватить его? Ну, и вот сейчас будем все обсуждать вот в этом во всем, что вырвало, копаться. А для очень каких-то людей это есть вот такая проблема. Вишневая косточка. Вот что с ней делать? Ну, Паш, нужна инструкция, очень нужна. А Бог-то хочет другого. Вот путем инструкции пошли люди Ветхого Завета. это такой опыт был. Поэтому, когда пришел Мессия, они его распяли. Нам совершенно нужно другого, чтоб человек понял, что хочет от него Бог. А для Бога не важно, там, баранинка, свининка, буженинка, или просто вот кексик какой-то с чайком. И с чем там еще? С лимончиком. Вот Бог-то, ну, не об этом кровь Христова пролита, чтоб вот лимончик, свининка. Это дело давно минувших дней, детства человека. Это для ребенка там, это важно. Сегодня мороженец не кушаем, а сегодня это для ребенка. Но когда взрослые люди по 60, по 70 лет начинают творожок, это уже, конечно, тяжело. Когда же будем о душе думать, а не о творожке? Вопрос, батюшка, у нас есть. Да, прорезался. Алло, добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, батюшки. У меня вопрос такого характера. Два точнее вопроса. Первый вопрос у меня по Евангелию. На вопросы, которые делал Пилат Иисусу Христу, он отвечал, ты сказал. Я вот уже читаю Евангелие довольно-таки долго, но не понимаю, что хотел сказать этими словами Господь, ты сказал. Может, это вопрос перевода, я... Так, это первый вопрос. А второй вопрос у меня по поводу подготовки к причастию. Я заметила такую особенность, что когда готовишься к причастию, возникают часто искушения. и душа начинает смущаться, памятные слова послупала о том, что недостойно причащаться, плохо. И вот до последнего происходят какие-то тостычки с близкими и так далее, понимаете, о чем идет речь, и возникает мысль, да куда же ты пойдешь-то, ты же недостойный, куда же ты пойдешь-то, вот только что там ближнего обидел, еще что-нибудь, и вот откладываешь причастие, боишься просто. Если можно, ответьте на мой вопрос. Всего вам доброго. Счастливо. Господь обращал внимание Пилата на его собственное размышление об этом предмете, которое его якобы интересовали. И Господь Всеведец, Он знал все размышления Пилата. И знал, и видел, что Он прекрасно понимает, что Он ни в чем не виноват. И поэтому, когда Он его спрашивал, Он его возвращал к Его же словам. Что, ну вот, смотри, ты же сам. Ты сам знаешь, что об этом говорить. Потому что, что бы Он ему сказал в дополнение, этого ничего не прибавило. Господь не хотел его вообще ни в чем как-то убеждать, да это было невозможно. Потому что его попытки спасти были очень слабые, и он действовал из соображений скорее собственной безопасности. То есть Пилат спасал собственную шкуру. А в этой ситуации пытаться доказать ну, какую-то собственно правоту, невинность, это было бессмысленно. Шкура-то остается шкурой. Вот. Второй вопрос, о чем я знаю. я его не запомнил. Я тут разбирался в своих записях. Вот. Сейчас, 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 что-то. А, да, к причастию. Ну, можно отложить причастие вообще, на после смерти. И вообще, никогда не причаться, потому что лукавый, он всегда хочет человека, пользуясь его такой мнительностью, например, или другими какими-то качествами, там, раздражительностью. Вот, недаром многие замечают, что как великий пост начинается, так скандалы в доме. Вот. Ну, чтобы, так сказать, человек, ах, ты хочешь поститься, ну, погоди, я тебе сейчас попощусь. У тебя будет такое настроение, что вообще, хоть в церковь не ходи, стыдно глаза оторвать от земли на небо. Ну, некоторые люди есть и бесстыжие, они могут, так сказать, такое тоже есть категория людей, им это легко. Ну, вот такие, у которых есть, сцедливости, вот, видимо, вы из этих людей, и вот у вас сразу сейчас проблема. То есть он, он вас побеждает. Не любовь ко Христу и желание с ним соединиться побеждает, а дьявол, который бомбардирует вас смущениями. Любое смущение, оно от дьявола. Любое. Вот это надо знать и из этого исходить. Вообще, вам уже пора святых отцов начинать читать. Кто не причащается, тот Бога не любит. Ну, это да, Святитель Иннокентий так конкретно сказал. Очень даже понятно. Нет любви к Иисусу Христу. Сергей Волгоград. Заслуживают ли люди без определенного места жительства, которые ведут антиобщественный образ жизни, жалости и помощи, если зачастую они сами виноваты в том, почему? Потому что причина их страданий собственная лень. Вот мы оказываем им какое-то такое... Я уверен, что тот, кто вопрошает, он не оказывает. Поэтому что-то нам волноваться за ним. Ну да, типа сам виноват. Да, сам виноват и все очень. А вот тот, который лежал и на которого напали разбойники, истекая кровью, и мимо которого левит прошел и священник, он тоже был сам виноват. Я точно знаю. Кто, что такой дорогой ходит один? Вот именно. Сам виноват. А самарянин, он вот не стал разбираться. дал слабину и попал на деньги. Дал денег, гостиник там с этим занимался, потом пришел второй раз, опять попал на деньги. А тут антиобщественное, так сказать, действие производил. Ходил там под себя, раны загнили, вонь пошла, антисанитария, антибиотиков тогда не было, разогнал всю клиентуру в гостинице. антиобщественное. Рава Божьей Мария, католик, а не было тут можно было исследовать этот вопрос. А тут-то баптист, баптист, знаешь, рознь, чего не в головке. не, но сам факт, то, что православный человек хочет создать брак с неправославным, что из этого может получиться? Ну, не может, а получится. Большая проблема. Ну да, вот куда ребеночка водить? Где ему будут потом рассказывать, что православная церковь это мертвое собрание? где они поклоняются идолам? Что Богу не нужно служение рук человеческих, поэтому осенять себя крестным знаменем это совсем не нужно. Где будут говорить, что у Богородицы были дети? Что Богородице вообще слов нельзя произносить, а почитать ее безумие? А если мама умрет, то за нее не надо молиться? Это ему все будут учить детей? Надо же узнать нашу баптистскую веру, еще нас стоит, чему учат, сходить туда, посмотреть, послушать, как чего. Ну, а дети... Ведь нельзя же, чтобы, ну, муж... Я вот не представляю. Баптисты, они очень такие ревностные, верят люди, чтобы папа баптист разрешил бы, чтобы дети были идолопоклонники. Они же считают, что мы идолопоклонники. А что там вообще не скажут? да выгонят. Из общины. Согласен ли он пожертвовать этим? Ну, это уже источник просто... А можно ли строить дом, а в подвале заложить такую бомбу, килограмм на 50, тринитр Тулуолу без взрывателя, а просто чтобы она лежала? Можно. Ведь находят же сейчас в подвалах домов бомбы времен Второй Мировой. Обезвреживают и взрывают. То есть они все действующие, эти бомбы. Ну, не взорвалось, слава богу. Если какой-нибудь паренек лет 12 найдет, он начнет ее распиливать. Ему же интересно, что там внутри. Так что тут это все чревато. Поэтому надо исследовать, что за баптист, куда ходит, что он по этому поводу думает, что такое для него домашняя церковь. Потом баптист, он венчаться. Как в церковь православная будет венчаться? У баптистов таинство только одно. Крещение. Там нельзя венчаться. Как там? Да. Это тоже непонятно. Ну, видно, у него такая вера баптистская. Модернизированная. Нет, я очень уважаю. У меня даже знакомые, друзья такие. Не очень близкие, но были баптисты. Я очень хорошо отношусь, спокойно. Ну, считаю, вообще между нами, так сказать, есть, конечно, разница серьезная, но баптисту легко сделать шаг к истинной вере. Но учат там, к сожалению, не так, не по православному. И вообще к церкви отношения как к конкурирующей фирме. Ну, как бы обзывают разными словами.